Вот, ага, вот отсюда лучше видно. Мы видим, что вот эти ветки, которые почти горизонтальны, появились позже от того, что вверху. И еще есть вот совершенно здоровая ветка, еще расположена в самом низу. Вы уже знаете, это мой принцип. Никогда не отрежу. Никогда. А там далее еще страшная морозобойна. Вот она, конечно, уже не такая смертельная, как вот эта. Я вам еще с двух сторон показал. И с третьей стороны покажу. Но я покажу и оптимистическую трагедию вам. Итак, когда дерево имеет такие раны, они делятся на две части. Раны, нанесенные человеком, и раны, нанесенные природой. Раны, нанесенные природой, дерево само себя возрождает. Если вы приглядитесь, казалось бы, ну что это такое, остатки штампа? Нет. Вот эта часть, она округлилась, окукнулась. Она вот эту часть мертвую оставила в стороне. Вот. И она полноценно действует. И поэтому даже вот эта вот рана, вот видите, только здесь слева вот эта часть, восстановленная часть, вот эта страшная, остается с этой. А вот так вот она отделяется. И никто этого не видит. Так. И требует, чтобы мы эти раны замазывали. Еще раз говорю. А замазывали, значит, делать ее искусственно. Например, вырезать все это. А потом протравливать и замазывать. Так вот, есть рана, естественно, вот такая вот. Ее нанесла природа, из нее не надо ничего делать. Она восстановится сама. До сих пор, пример персика, конечно, не... У меня ни одно дерево абрикосов не погибло. Когда-то в начале пути по 1-2 погибла гнила корневая шейка, ну, сами понимаете, что они... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова